Парикмахер ТВ Видео представлено Александром Попковым. Александр является инициатором открытия проекта Парикмахер ТВ в Республике Беларусь. Давайте посмотрим. Ваше первое разделение будет зависеть от пробора, на который будет носиться вся форма. В данном случае это боковое разделение, которое проходит через макушку и заканчивается на краевой линии зароста волос на затылке. И также в другую сторону от макушки к лобной впадине. Стыч начинаем от лица. Сделайте первое разделение, которое будет округлой формы. Следуя разделению, двигайтесь по направлению к затылку. При этом положение ваших пальцев соответствует проекции разделения и угол вашей оттяжки 45 градусов. Продолжение следует... Все последующие разделения должны иметь округлую форму. Перемещаясь к фронтальной теменной зоне, удерживайте один угол оттяжки 45 градусов. Когда вы поднялись выше затылочной кости, ваши разделения имеют округлую форму, но в противоположную сторону. Старайтесь следовать точно заданной контрольной и удерживать равномерное натяжение. Продолжение следует... На противоположной стороне примените аналогичный метод. Также используйте диагональ в направлении к затылку. Не забудьте проверять себя по балансу, для уверенности, что вы создаете точную форму. Продолжение следует... Продолжение следует... На макушке оставшиеся волосы распределите по их естественному направлению зароста и используйте минимальное натяжение. Далее распустите фронтальную теменную зону и диагональными разделениями. Двигайтесь к пробору, на которой будет носиться вся форма. Продолжение следует... Продолжение следует... Перед сушкой нанесите стайлинговое средство, которое даст больше разделений на вьющемся волосе. Также сформируйте локоны, сперва расчесав волосы ровно, а затем руками создайте завиток. Используя диффузор, высушите волосы, задав желаемую форму. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok